Касаемо BNB, на стримах, вот именно на предыдущем стриме в чате встретился такой человек, который сказал, что BNB не может падать, он не может подвергаться фуду. И буквально же на следующую неделю, а я доказывал обратно, у нас вышла новость о том, что вот ЦЗ не готов обеспечить свои активы, свои обязательства. Вышел фуд от финансового агентства и тому подобное. То есть вот за фудили, BNB упал буквально с 290 долларов до 255 долларов, и сейчас болтается 264 доллара, при том, что у нас очень большая доминация у биткоина. Соответственно, если биткоин отправляется на 14, на 15, BNB будет стоить 150. Вот такая вот неприятная история для холдеров BNB. Я не являюсь холдером, на данный момент очень этому рад. Я нахожусь, больше вам скажу, в шартовых позициях. S&P чувствует себя очень плохо. Опять-таки, инвестора, наверное, избавляются от него, потому что будут ожидать худшего от следующего года, чем они ожидали до спича Джерома Пауэлла. Сейчас вот вышла новость. Кстати, буквально мне пришло уведомление на телефон, что в Евросоюзе оставили ставку 2,5%. Точнее, не оставили, она вышла в рамках прогноза. Без понятия, какая там у них система, кто у них сидит в председателях, кто у них принимает такие решения. Но с той инфляцией, которая у них сейчас существует, с теми проблемами, которые у них существуют по энергоносителям, я не представляю, как можно издеваться так с экономикой и оставлять на неадекватно низких значениях кредитную ставку. Понятно, что они боятся войти в режим безработицы, и это, в принципе, в Европе происходило не так часто. Соответственно, у них, наверное, я так подразумеваю, нет инструментов для борьбы с безработицей, с высокой безработицей. Соответственно, они не готовы жестить. Желаю всем хороших торгов, а повторюсь, если вы хотите обучиться по плану и самостоятельно использовать инструменты, которые использую я, и действительно понимать, куда в ближайшее время может пойти рынок и что от него ожидать, тогда приглашаю вас всех на свое обучение, на свой обучающий материал и поток. Вся информация есть в первых двух строчках под стримом.